Здравствуйте! Тема нашего урока «Население Кыргызстана. Состав населения и национальные традиции». Мы живем в многонациональной стране, что связано в том числе с особенностями динамики развития населения Кыргызстана. Обратимся к истории. По данным переписи населения в 1897 году на территории республики проживало всего 663 тысячи человек. В годы Первой мировой и гражданской войн численность населения снизилась. С 1913 по 1920 годы снижение численности населения составило 0,5%. Рост численности населения наблюдался с 1920 по 1940 годы и составил 77%. Основной причиной роста в эти годы были естественный прирост и переселение из Европы квалифицированных рабочих промышленности и работников народного образования. К 1941 году численность населения составила 1,558,000 человек. В годы войны Кыргызстан направил на фронт каждого четвертого жителя страны более 360 тысяч человек. Однако, несмотря на невосполнимую потерю жителей за годы Великой Отечественной войны, общая численность населения незначительно изменилась, так как Кыргызстан принял переселенцев из оккупации. К 1946 году численность населения составила 1,467,000 человек. Самый высокий рост численности населения происходил после 1950 года. Главная причина роста – естественный прирост населения. Численность населения Кыргызстана на 1 марта 2020 года составила 6,542,000 человек. Это 108 место в списке стран по численности населения. Однако, наблюдаются значительные различия при сравнении темпов роста населения по внутриреспубликанским регионам. Лидирующее место по численности населения до 2017 года занимали Ожская и Джалабадская области. К 2020 году лидерами по численности населения признаны Ожская и Чуйской области, а также города Бишкек и Ож. С начала 2018 года до января 2020 года общий рост численности населения составил более 342,000 человек. От чего же зависит рост численности населения? Рост численности населения зависит от характера его воспроизводства, то есть естественного движения населения. Воспроизводство населения – это совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста, которые обеспечивают возобновление и смену людских поколений. При расчете используются коэффициенты естественного прироста, число родившихся и умерших за определенный период времени. Показатели рождаемости прежде всего зависят от социально-экономических факторов. К социально-экономическим факторам относят материальное обеспечение, уровень культуры и здравоохранения, занятой женщин на производстве, вероисповедания и другие. Большое значение имеет демографическая политика страны. С последнего десятилетия прошлого века динамика активных демографических процессов в Кыргызстане претерпела значительные изменения. Одними из основных причин стали распад СССР и экономический кризис, что и в последующем продолжало оказывать неблагоприятное влияние на складывающуюся ситуацию. На ней отразилось и падение уровня жизни значительной части населения страны, наблюдаемое в конце 20 века. В нашей стране достаточно высокий процент населения, живущего около черты бедности. Но по национальному обычаю кыргызского народа сохраняется традиция многодетности, особенно в сельской местности. Многодетные семьи заслуживают особого уважения и поддержки. Несмотря на материальные трудности, в таких семьях воспитывают дружных и трудолюбивых детей. Рост числа рождаемости зависит и от числа браков. Семья – это начальная ячейка общества. Основные функции семьи – воспитание детей, забота о пожилых людях, традиционная смена поколений. Вступление в брак разрешен с 18-летнего возраста. Священные обычаи, присущие кыргызскому народу – это совместное проживание в одной семье не только мужа и жены собственными детьми, но и представителями семьи третьего или четвертого поколения. Такие семьи относят к сложным семьям. Необходимо отметить, что исламская религия не поощряет разводы. В связи с этим число разводов низкое, особенно в сельской местности. В городах же в 2-3 раза выше. Важный фактор, влияющий на динамику населения – это смертность. Показатель смертности зависит от материальных условий жизни, продолжительности жизни, связан с полом и распространенными региональными заболеваниями. Основные причины смертности в Кыргызстане – это заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Немаловажную роль играют и несчастные случаи. Но в целом невысокая смертность по республике связана с относительно молодым возрастом населения. А теперь познакомимся с особенностями возрастной и половой структурами населения Кыргызстана. Знание этих составляющих необходимо для планирования развития производства, формирования бюджета страны. В жизни человека выделяют три возрастных периода. Дотрудоспособный возраст – это от момента рождения до 15 лет. Трудоспособный возраст – от 16 до 59 лет. После трудоспособный возраст – более 60 лет. По возрастному составу население республика располагается между развитыми и развивающимися государствами. В связи с высокой рождаемостью число детей в Кыргызстане большое, то есть Кыргызская республика – молодое развивающееся государство. Следует отметить, что имеются региональные отличия доли мужского и женского населения. Для изучения распределения населения по возрастным и половым группам используются методы графического способа построения возрастно-половой пирамиды. По прогнозам социологов, к 2025 году прирост населения будет составлять 5,92%, что станет лучшим показателем за период с 1951 года. После 2025 года он будет снижаться. К следующему миллионному показателю по численности населения страна подойдет после 2030 года. К 8 миллионам приблизится уже к 2050 году. К 2100 году население будет составлять 8 851 936 человек. А теперь остановимся на особенностях национального состава населения Кыргызстана. Население Кыргызстана многонационально. В республике проживают представители более 150 наций и народов. Они отличаются друг от друга численностью, языком, религией, культурой. В антропологическом отношении население республики состоит из двух раз – монголоидной и европеоидной. По языковой принадлежности преобладают тюркские, славянские языковые группы. Этнические Кыргызы в настоящее время являются самой многочисленной группой во всех областях республики. Государственным языком является кыргызский язык. Русский язык имеет статус официального языка. Многие жители изучают иностранные языки. Особенно распространено изучение английского языка. Ислам в республике – одна из самых распространенных религий среди верующего населения. Доля мусульман составляет 88% от общей численности населения Кыргызстана. 11,5% населения поддерживают христианство. Принятый в 2009 году закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызстане упорядочил деятельность религиозных организаций. Социальная структура населения включает классовую, демографическую, этническую и профессиональную структуру. Наиболее важной является классовая структура, которая отражает развитие общественного строя и изменения в экономике республики. В том числе переход от экономики общественной собственности к рыночной экономике. До 1990 года в Кыргызстане в социально-общественный состав населения входили интеллигенция, рабочие, служащие и колхозное крестьянство. Так как было два вида собственности – общественная и кооперативно-колхозная. С зарождением новых способов хозяйствования и появлением новых предприятий возник новый класс – владельцы крестьянского хозяйства, предприятий, банкиры, бизнесмены. Появилась частная форма собственности, различные экономические организации, совместные предприятия. В связи с этим изменился социально-общественный состав населения. В настоящее время в регионах Кыргызстана имеются большие различия в социальном составе населения по географическому положению. В крупных городах, а также в Чуйской, Ожской и Джалабадской областях доминируют рабочие и служащие. Однако в высокогорных районах республики социальный состав населения – это крестьяне и служащие. Это связано со сферой занятости населения. По отношению к процессу производства население подразделяется на самостоятельную и несамостоятельную категорию населения. Самостоятельная категория населения – это экономически активные люди, имеющие средства для жизни, заработанные посредством труда. Несамостоятельная категория населения – люди, находящиеся на изждевении родственников или попечении государства. Основными показателями социального состава являются образовательный уровень, профессиональная квалификация, техническая подготовленность, умение использовать достижения современной научно-технической революции, применять новые технологии. Показатель уровня образования населения – это степень грамотности и доля лиц со средним и средним специальным образованием. Экономически активное население. В Кыргызской республике к трудоспособному населению относятся мужчины от 16 до 63 лет, женщины от 16 до 58 лет, работающие пенсионеры и подростки от 14 до 16 лет. Из экономически активной части населения вычитают безработных, выделяя действительно работающих. Рост численности экономически активного населения Кыргызстана положительно влияет на социально-экономическое развитие республики. Согласно статистике 2019 года, 68% экономически активного населения составили женщины. Острой проблемой социальной значимости для республики является безработица и параллельный дефицит квалифицированной рабочей силы. Такого рода ситуация на рынке труда ставит перед государством важную задачу существенного увеличения использования уже сформированного трудового потенциала страны. Соотношение занятого населения, проживающего в городской и сельской местности в областях Кыргызской республики, демонстрирует высокую занятость именно в сельской местности. В региональном разрезе наибольший уровень экономической активности населения отмечается в Таласской, Ожской, Баткенской областях, городе Бишкек и наименьшей в Нарынской области. Неравномерное использование трудовых ресурсов в регионах зависит от структуры хозяйства этого региона. Да, в Кыргызстане остается еще много нерешенных экономических и социальных проблем, но решить их можно только вместе, ведь единство для многонационального Кыргызстана – это сила. А теперь давайте выполним следующее задание. Выберите правильный ответ. Отвечая на тестовые вопросы, ставьте номер вопроса и букву правильного ответа. Итак, первый вопрос. Наука о закономерностях воспроизводства населения, изучающая его численность, естественный прирост, возрастной и половой состав населения. Что это? А. Этнология. Б. Демография. В. Политология. Второй вопрос. Система административных, экономических, пропагандистских и других мероприятий, с помощью которых государство воздействует на естественное движение населения в желательном направлении – это… А. Геополитика. Б. Демография. В. Демографическая политика. Третий вопрос. Отсутствие вакантных рабочих мест на рынке труда – это… А. Безработица. Б. Недостаток квалифицированных работников. В. Отсутствие предприятий. Четвертый вопрос. Численность населения в 2020 году составила… А. 4 млн 822 938 человек. Б. 5 млн 418 300 человек. В. 6 млн 542 000 человек. Пятый вопрос. Экономически активное население в Кыргызстане большей частью представляют… А. Мужчины. Б. Женщины. В. Молодежь. Шестой вопрос. Средняя продолжительность жизни в Кыргызстане… А. 64,3 года. Б. 68,2 года. В. 72,2 года. Седьмой вопрос. Отсутствие демографических проблем в Кыргызстане связано… А. С миграцией населения. Б. С социально-экономическим состоянием в республике. В. С традициями кыргызского народа. И в восьмом вопросе вам нужно соотнести национальный состав с количеством жителей Кыргызстана. А теперь проверьте себя. За каждый правильный ответ вы получаете по одному баллу. Ответ на первый вопрос. В. Второй. В. Третий. А. Четвертый. В. Пятый. Б. Шестой. В. Седьмой. В. И по соотношению схема у вас представлена. Подсчитайте, сколько у вас верных ответов Если вы набрали от 13 до 14 баллов, вы отлично справились с заданиями Если у вас от 10 до 12 баллов, что-то вы упустили при изучении материала Если вы набрали от 7 до 9 баллов, вам необходимо быть более внимательным Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»